Был у майора Деева товарищ майор Петров. Дружили еще с гражданской, еще с 20-х годов. Вместе рубали белых шашками на скаку. Вместе потом служили в артиллерийском полку. А у майора Петрова был Ленька, любимый сын. Без матери при казарме рос мальчишка один. И если майор в отъезде, бывало, вместо отца, друг его оставался для этого сорванца. Вызовет Деев Леньку, поедем вместе гулять. С сыну артиллериста надо коню привыкать. Вместе с Ленькой поедут в рысь, а потом в карьер. Бывало, Ленька спасует, взять не сможет барьер, свалится и захнычит. Понятно, еще малец. Деев его поднимет, словно второй отец. Подсадит снова на лошадь. Учись, брат, барьеры брать. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Прошло еще два-три года, и в сторону унесло Деева и Петрова военное ремесло. Уехал Деев на север и даже адрес забыл. Увидеться это б здорово, а писем он не любил. Но оттого должно быть, что сам уж детей не ждал, О Леньке с какой-то грустью часто он вспоминал. Десять лет пролетело, кончилась тишина, Громом загрохотала над родиной война. Деев дрался на севере, в таежной глуши своей. Иногда по газетам искал имена друзей. Однажды нашел Петрова, выходит, жив и здоров. В газетах его хвалили. На юге дрался Петров. Потом, приехавшись с юга, Кто-то сказал ему, что Петров Николай Егорыч Геройски погиб в Крыму. Деев вынул газету, спросил, какого числа, И с грустью понял, что почта сюда слишком долго шла. А вскоре, в один из пасмурных северных вечеров, Дееву в полк назначен был лейтенант Петров. Деев сидел над картой при двух чадящих свечах, Вошел высокий военный, касая сажень в плечах. В первые две минуты Деев его не узнал, Лишь басок лейтенанта о чем-то напоминал. А ну, повернитесь к свету, И свечку к нему поднес. Все те же детские губы, Все тот же курносый нос. А что усы, так ведь это сбрите весь разговор. Ленька! Так точно, Ленька, он самый, товарищ майор. Значит, окончил школу, будем вместе служить. Жаль, до такого счастья отцу не пришлось дожить. У Леньки в глазах мелькнула непрошенная слеза, Он, скрипнув зубами, молча отер рукавом глаза. И снова пришлось, как в детстве, майору ему сказать, Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. А через две недели шел в скалах тяжелый бой. Чтобы выручить всех, обязан был кто-то рискнуть собой. Майор к себе вызвал Леньку, взглянул на него в упор. По вашему приказанию явился, товарищ майор? Ну что ж, хорошо, что явился. Оставь документы мне. Пойдешь один, без радиста. Рация на спине. И через фронт по скалам ночью в немецкий тыл Пройдешь по такой тропинке, где никто не ходил. Будешь оттуда по радио вести огонь батарей. Ясно? Так точно, ясно. Ну так иди скорее. Нет, подожди немного. Майор на секунду встал, как в детстве двумя руками Леньку к себе прижал. Идешь на такое дело, что трудно прийти назад. Как командир тебя я туда посылать не рад. Но как отец, ответь мне, отец я тебе или нет? Отец, сказал ему Ленька и обнял его в ответ. Так вот, как отец, раз вышла на жизни смерть воевать, Отцовские долг и право сыном своим рисковать. Раньше других я должен сына вперед послать. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Понял? Так точно понял. Разрешите идти? Иди. Майор остался в землянке. Снаряды рвались впереди. Где-то гремело и ухало. Майор следил по часам. В сто раз ему было бы легче, если бы шел он сам. Двенадцать. Сейчас, наверное, прошел он через посты. Час. Сейчас он добрался к подножию высоты. Два. Теперь он, наверное, ползет на самый хребет. Три. Поскорей бы, чтобы его не застал рассвет. Деев вышел на улицу. Как ярко светит луна. Не могла подождать до завтра. Проклята будь она. Всю ночь, шагая как маятник, глаз майор не смыкал, пока по радио утром донесся первый сигнал. Все в порядке. Добрался. Немцы левее меня. Координаты 3-10. Скорей давайте огня. Орудия зарядили. Майор рассчитал все сам. И с ревом первые залпы ударили по горам. Снова сигнал по радио. Немцы правее меня. Координаты 5-10. Дайте еще огня. Летели земля и скалы. Столбом поднимался дым. Казалось, теперь оттуда никто не уйдет живым. Третий сигнал по радио. Немцы вокруг меня. Бейте 4-10. Не жалейте огня. Майор побледнел, услышав 4-10. Как раз то место, где его Ленька должен сидеть сейчас. Но не подавши виду, забыв, что он был отцом, майор продолжал командовать со спокойным лицом. Огонь! Летели снаряды. Огонь! Заряжай скорей! По квадрату 4-10 било 6 батарей. Радио час молчало. Потом раздался сигнал. Молчал. Оглушило взрывом. Бейте, как я сказал. Я верю, свои снаряды не могут тронуть меня. Немцы бегут. Нажмите. Дайте море огня. И на командном пункте, приняв последний сигнал, майор в оглохшее радио, не выдержав, закричал. Ты слышишь меня? Я верю. Смертью таких не взять. Держись, мой мальчик. На свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. В атаку пошла пехота. К полудню была чиста от убегавших немцев. Скалистая высота. Всюду валялись трупы. Раненый, но живой. Был найден в ущелье Ленька. С обвязанной головой. Когда размотали повязку, что наспех он повязал, майор поглядел на Леньку и сразу его не узнал. Был он как будто прежний. Спокойный и молодой. Все те же глаза мальчишки. Да только совсем седой. Он обнял майора, прежде чем в госпиталь уезжать. Держись, отец. На свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка теперь у Леньки была. Вот какая история про славные эти дела на полуострове Среднем рассказана мне была. А наверху над горами все так же плыла луна. Близко грохали взрывы. Продолжалась война. Трещал телефон и, волнуясь, командир по землянке ходил. И кто-то, так же как Ленька, шел к немцам сегодня в тыл.